Мальчишеские гонки по Химашу, о которых мы вчера рассказывали, получили ожидаемое продолжение в смысле наказания за езду без прав. Как нетрудно догадаться, полиция привлекла к ответу родителей малолетнего нарушителя. Напомним, воскресным вечером по Екатеринбургской окраине, в основном по улице Инженерной, гоняла Лада Гранта. В ней развлекалась компания малолеток. Машина гоняла дерзко, с явным превышением скорости и в целом ни разу не безопасна для окружающих. Поэтому вскоре ей на хвост села ГИБДДшная машина с требованием немедленной и безоговорочной остановки. Этот момент породил даже раскол в салоне Гранты. Дружки рулевого стали требовать от него, чтобы он выписал себе тормозов, и уже подумывали, а не навалять ли ему за то, что он их посылает в ответ. Но тут все дружно приехали. Ему пришлось таки тормозить, потому что полицейские загнали их в тупик. Тут и выяснилось, что за рулем сидел 15-летний подросток, рядом с ним трое его ровесников. Прав угонщика, естественно, не было и быть не могло. Опять же, естественно, первый же вопрос – откуда машина? Ответ получился вполне очевидный – у папы с мамой ключи стырил. По большому счету совершил внутри семейный угон. Строго по закону несовершеннолетнему предоставили возможность сразу же спрятаться за юбку. Его маму доставили прямо на место происшествия, при ней составили протокол об отстранении малька от управления транспортным средством. Само транспортное средство заключили на спецстоянку. Не бесплатную, конечно. В полиции, куда отловленного привезли вместе с мамой, она рассказала, что сын втихушку без ее ведома овладел ключами. С ней по этому поводу профилактически побеседовали, а материалы направили в отдел по делам несовершеннолетних, который тоже предсказуемо накажет родителей по статье 5.35 КУАПа за халатность в деле воспитания нарастающих организмов. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Все, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.